Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша. Сегодня мы с вами поговорим про обновленную версию операционной системы от компании Apple под названием OSX El Capitan. Итак, поехали! Установил данную операционную систему я на основной раздел своего жесткого диска, правда потом об этом пожалел, почему расскажу немного позже. Ну вот так вот выглядит сама операционная система. Это у нас с вами OSX El Capitan версия 10.11. Кстати, вот характеристики моего мака и отталкиваясь от них можете смотреть насколько быстро он стал работать после обновления. Давайте начнем с браузера Safari. Здесь появилось две новые фишки. Во-первых, мы с вами можем закреплять вкладки, то есть тянем просто вкладку в левую сторону, тем самым вкладочки у нас начинают закрепляться. И, например, давайте откроем в большой вкладке Google и после закрытия браузера Safari и после возвращения опять в него, те вкладки, которые мы с вами закрепили, они остаются. Работает все точно так же приблизительно, как в Google Chrome, но у Apple что-то как-то вот вроде лучше сделано. Теперь, если мы включили, перешли на какой-то сайт и там вдруг играет музыка, допустим, это у нас с вами будет ВКонтакте, а мы с вами лазим где-то там, я не знаю, в Google, например. У нас появляется вот такой вот динамичек в адресной строке, наведя на него мы видим надпись «Выключить звук» на остальных вкладках. Мы с вами чпокаем на этот динамичек и у нас вырубается звук везде, остается только звук на той вкладке, которая у нас с вами открыта. Довольно-таки удобно, я думаю, что буду пользоваться так точно, уже пару раз приходилось. Теперь, что у нас с вами доступно еще стало по самой системе. Давайте выключим сам звук музыки. Если вы потеряли курсор и быстро не начнете дергать, он, собственно, у вас начнет увеличиваться. Но почему-то при записи квиктайма я это показать не могу, сделаю небольшую вставочку. Давайте мы с вами зайдем в настройки. И здесь у нас появились те самые новые обои, которые вы видите сейчас у себя на экранах, доступны они в картинках. Если вот это у нас с вами было при установке Yosemite, то теперь вот такая вот картиночка при установке El Capitan. Кстати, настройки у меня как минимум начали открываться в два раза быстрее и это уже хорошо. Давайте откроем кучу разных приложений и, так сказать, сделаем бардак на нашем рабочем столе, чтобы ничего не было видно. И теперь просто жестом четыре пальца вверх по трекпэду мы с вами открываем Mission Control. Приложение теперь группируется намного удобнее. Мы можем с вами перейти, например, в карты, в том, сделать жест еще раз, перейти в Sublime и так далее. То есть все происходит довольно-таки быстро и удобно. Также появилась новая фишка, она доступна уже была непосредственно в самой операционной системе Windows 8. Дошла она до OS X. Теперь это у нас с вами режим многооконности. Ну и давайте на примере Safari и Tweetbot. Вот, а посмотрим, мы с вами, если раньше нажимали на клавишу вот эту вот зелененькую, то окошко у нас с вами открывалось на весь экран. Это также работает, но теперь если мы нажмем на нее и поддержим, мы можем выбрать, куда мы хотим закинуть наше приложение. А именно на какую половину, на левую и на правую? Ну давайте на левую. И здесь он открывает Mission Control. Мы можем выбрать, какое приложение мы хотим кинуть на правую сторону. Ну давайте это будет Tweetbot. Вот, поскольку данное приложение стороннее, происходит вот такая вот фигня с размытием, но потом оно оптимизируется и выглядит все довольно-таки прикольно. То есть здесь мы с вами видим Tweetbot, а здесь мы с вами можем читать новости в моей группе ВКонтакте. Кто еще не подписался, обязательно это сделайте. То есть две ленты с новостями мы с вами можем прямо смотреть на экранах. Что у нас появилось еще нового? Вот, например, открыты у нас заметки, появились новые заметки. Теперь у них такой же функционал, как на iPad и на iPhone. То есть мы с вами можем написать какой-нибудь непонятный нам текст. И теперь мы можем его группировать вот такими вот галочками. То есть все работает довольно-таки прикольно. Можем менять шрифты. То есть теперь это все стало намного удобнее. Можем экспортировать фото или видео. То есть опять же это у нас с вами идет через медиатеку нового приложения Photo или PhotoBooth. То есть вы можете выбирать, откуда хотите перетащить ваши фотографии. И опять же все работает намного удобнее. Вот такими жестами можно удалять ваши заметочки. То есть просто делаем двумя пальцами свайп вправо и влево и нажимаем удалить. Все довольно-таки просто. И по-моему, кстати, вот эта функция свайп влево уже была давным-давно. Что-то вот прямо сейчас про нее вспомнил. Далее что это у нас появилось, а точнее немножко оптимизировалось. Это Spotlight. Теперь вы его можете таскать по всему экрану. Правда после следующего его запуска положение он, к сожалению, не запоминает. Ну и также у нас с вами обновилась дисковая утилита. Теперь она в стиле в плоском. То есть теперь все у нас идет в плоском стиле. Но вот тут вот, кстати, мы видим, что в нашем доке точечка неровно стоит. Джоня его минус. Что мы можем делать? Мы можем с вами делать все тот же функционал. Только теперь это все выглядит красиво. Например, мы можем разбить раздел на несколько частей. Почему-то эта функция у меня сейчас не работает. Может из-за того, что это бета. И, кстати, из-за того, что я поставил L-Capitan на свой основной раздел. Теперь у меня не работает Final Cut Pro X. Он просто вылетает. Естественно, он не оптимизирован. Поэтому ждем следующего обновления. Для того, чтобы все это дело поправили. Ну и, собственно, приходится пользоваться приложением Premiere Pro. Ну а на этом, собственно, все. Надеюсь, что все рассказал, ничего не забыл. Если вы знаете еще какие-то нововведения, обязательно напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok